Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в моей рубрике «Коротко о главном по здоровью» я расскажу вам о куркуме и куркуми. Недавно хотел сделать это видео. Эти корни одноименного растения люди используют в пищу тысячи лет. В качестве приправ и как лечебное средство для очищения крови, как средство, понижающее уровень в организме холестерина и сахара, и для профилактики атеросклероза, и при онкологии, и много других лечебных свойств есть у куркумы. Обычно его корни содержат до 3% действующего лечебного вещества пигмента куркумина, основу которого составляет куркуминоид, находящийся в корне куркумы. Он и является тем самым уникальным биоактивным веществом, помимо богатого витаминного и минерального состава корня. Правда, эти свойства напрямую зависят от того, на какой почве и воде выращивались растения, которые вы потребляете в качестве, например, порошка куркумы. Так о чем же данное мое видео? Что вы из него узнаете? А вы узнаете, что же это такое за продукт и такое вещество? В чем его польза? Отчего у куркумина при всех его потенциально полезных свойствах низкая усвояемость? Почему же люди не видят ожидаемый и должный результат? И как тогда правильно принимать куркуму, чтобы достичь вот этих желаемых, заявленных свойств, результатов? Как достичь пользы? Ну и, соответственно, какую куркуму и как лучше принимать? Как и с чем? Итак, слушайте. Только, дорогие друзья, не путайте с карри. Карри – это приправа. Карри отличается от стандартной куркумы тем, что в составе вот этого карри имеется около 10 других компонентов, трав, специй. В то время как куркума является чистой специей, без добавок. Не путайте и не путайтесь. Ну а помимо вкуса, и это исторически известно, люди, которые потребляли куркуму, реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, любыми воспалительными процессами, явлениями и заболеваниями, а также, что важно, выглядят гораздо моложе. И это медицинские факты. Куркумин, вот это уникальное вещество, кстати, задействует механизмы, аналогичные, которые наблюдаются при голодании. Куркумин активизирует пищеварительные ферменты. Он активизирует и рецепторы, которые влияют на процесс аутофагии, аутолизы, кто помнит, кто смотрел мои старые лекции, знает, о чем я говорю. То есть эффект апоптозы, когда старые клетки разбираются лучше нашим же организмом, с меньшим потреблением энергии. Куркумин оригинальным образом воздействует на стареющую клетку, не дает ей стареть от воздействия свободных радикалов. Более того, что самое главное, он подавляет влияние стареющих клеток на соседние клетки. Он подавляет раковые зарождающиеся клетки и не дает распространяться метастазом. Повторяю, то, что тысячи лет люди знали, использовали, видели результаты, эффекты, это подтверждает современная официальная медицина. Все хорошо и прекрасно, но вот в чем проблема. Его биодоступность низкая, всасываемость низкая, тем более у современных людей с синдромом раздраженного кишечника. Это действующее вещество в составе куркумы быстро распадается, и нужны высокие его дозы концентрации. А при интенсивном сельском хозяйстве эта концентрация все падает и падает. Стандартная доза, даже высокая, уже считается 3-3,5% куркумина от общего объема по массе порошка куркумы. Запомните эту вполне официальную информацию о содержании куркумина в куркуме, а в конце видео я вас удивлю. Так что же делать, когда в наши дни есть столько факторов, которые снижают эффективность и снижают всасываемость этого действующего вещества? Так вот есть один вариант, известный из древности и подтвержденный нынче наукой. Да нужно просто добавлять в куркуму черный молотый перец. Тогда увеличивается усвояемость куркумина, внимание, в 20-30 раз. Экспериментально было подтверждено, что концентрация куркумина в крови при таком же объеме его потребления порошка куркумы увеличивается, если он применяется вместе с перцем, в 30 раз. Просто немыслимо, но это факт. И вот именно тогда, если так потреблять, можно ждать те эффекты, заявленные, написанные диетологами в древних книгах, в Индии, в Ведах, везде. Черный перец можно добавлять, ну скажем, на глаз. А вернее так, 10 частей куркумы и 1 часть молотого черного перца. Или 20 частей куркумы и 1 часть молотого перца. Это работает и так, и так в этом диапазоне. Безопасность потребления полная, противопоказаний почти нет. Ну, как это пишут и говорят в таких случаях, кроме индивидуальной непереносимости. Но есть еще некоторые противопоказания. Например, и поскольку куркума является хорошим желчегонным средством, то если имеются камни, то это противопоказания. А также, если нарушена свертываемость крови, ну скажем, в случае гемофилии. Пожалуй, других противопоказаний нет. Есть такое мое видео, как растворить камни в желчном пузыре. Посмотрите, поймете, что и как нужно делать, если есть такая у вас проблема. Не рекомендуется употреблять более 8 грамм куркумы порошка в день. До 8 грамм можно вполне всем взрослым. Ну а детям в пропорции от средней массы взрослого человека 65-75 килограмм делите на массу ребенка, получаете пропорцию. Детям до 6 лет не стоит потреблять куркуму. Хотя это де-юре. Де-факто люди, конечно, принимали. Давайте чуть подробнее, каковы же полезные свойства куркумина. Ну, во-первых, это мощный антиоксидант. Также улучшает секрецию пищеварительных желез. Снижает уровень сахара и холестерина, что доподлинно известно. Улучшает свертываемость крови. Также снижает вероятность депрессии и нервных расстройств. Стимулирует, кстати, синтез коллагена, что важно. Тут остановлюсь подробнее. То есть по коже. Ведь это волнует всех, по крайней мере, женщин. Их состояние кожи. А куркумин улучшает синтез коллагенов, то есть основы соединительной ткани человека. Он не только участвует в работе и синтезе обновления тканей суставов и сухожилий, но и обладает ранозаживляющими кожу свойствами. Придает коже необходимую эластичность. Улучшает регенерацию клеток кожи. И замедляет развитие серьезных повреждений кожи, а также патологий вплоть до онкологии кожи. Я советую принимать его совместно, но в течение дня имеется в виду, а не одновременно. Конечно же, разнести нужно во времени. С кератином. Изучите, пожалуйста, эту тему. При язвах, гастритах и других болезнях ЖКТ применение очень желательно. Куркуму можно совмещать с любыми БАДами, добавками, спирулиной, фокусом, соком проростков пшеницы, биокедром, Т8 и другими дополнительными добавками к приему пищи. Теперь поговорим о качестве куркумы и перца. От этого напрямую зависят усвоение и, соответственно, лечебные свойства. Самое высокое качество и концентрация действующего вещества находится, конечно, в виде сока куркумы, концентрированного сока, а не в виде сухого порошка измельченного корня. Растения должны выращиваться, конечно же, без химии. В той же Индии теперь много стали применять химии и гнаться за количеством. Плантации обязательно должны быть органические. Сушить куркуму нельзя при высоких температурах. Теряются полезные свойства, по крайней мере, их часть. Принимать куркуму, конечно же, можно и в виде БАДов, например, в виде чистого вещества куркумина, но качество таких препаратов, конечно, проверить трудно и можно только верить на слово, что называется. Но есть, тем не менее, два надежных способа точно получить качественный продукт. И поскольку я много лет, помимо прочего, занимаюсь еще и биопродуктами профессионально, я, конечно же, искал много лет лучшее сырье. И вот мы уже, кстати, несколько лет продаем бельгийский органический сок из корневища куркумы с высоким содержанием куркумины. Если вы сочтете нужным, пусть это будет реклама, но прямая, честная и по теме, потому что многие люди будут спрашивать, ну а где купить, что вы посоветуете, и я наперед говорю, почему не сказать то, что продаю я и за что не стыдно, безусловно. Так вот, если сочтете нужным, то приобрести его, только не забудьте добавлять черный молотый перец, можно у нас, но об этом чуть дальше. Буквально с этого дня записи вот данного видео, которое вы сейчас смотрите, что, кстати, и послужило толчком к этой записи, хотя я планировал записать данное видео уже много лет, мы начали получать лучший в мире, дорогие друзья, лучший, объективно, в мире черный перец от одного камбоджийского производителя. Если вы не пробовали этот перец, о котором я сейчас говорю, а есть теперь у нас и белый, и красный, и ферментированный, даже соленый, посмотрите на сайте у нас, то вы вообще перец не пробовали. Любая еда, поперченная этим перцем, будет коренным образом отличаться от того, что вы ели до того. Но самое главное в контексте нашего разговора с этим перцем, эффективность усвоения куркумина будет гораздо выше, так как в нем, в этом черном перце, гораздо больше активных действующих веществ-катализаторов. А самое главное это то, что мы стали получать с Камбоджи, опять-таки, от этого же производителя уникальный порошок куркумы. Куркумы. Внимание, с содержанием куркумина не 3, не 4, как рекордные показатели в Индии, а 10,2%. А такого высокого содержания куркумина нет ни в одной иной куркуме в мире. Вероятно, это связано с уникальными особенностями агроклиматических условий местности произрастания. Этого перца и куркумы выращивается очень мало. Там речь идет про одну-две тонны в год. Конечно, это не тысячи тонн из Индии, но я надеюсь, что поставки этих продуктов у нас не прекратятся и будут впредь. Ну а посему скажу, что купить этот перец, как и эту куркуму, или если вы сочтете нужным сок корневища куркумы, можно на нашем сайте nadgard.ru. Дорогие товарищи, я не буду растягивать это видео и говорить о лечебных свойствах. Сайты, тысячи сайтов, переполнены этой информацией. Вся та польза, о которой говорят сайты, ученые, о которых говорят индусы, верна. Но верна она в том классическом, правильном и выращивании, и потреблении куркумы, о котором современные люди уже, можно сказать, забыли. Качественных продуктов на планете все меньше и меньше. Из-за страшной жажды наживы, из-за агрохимии, из-за интенсивного использования природных ресурсов, земли, из-за уменьшения плодородия, значит, содержания минералов, микроэлементов, в первую очередь, в продуктах. Очень много проблем в современном мире. Я же пытаюсь отыскать и предложить своим клиентам, своим зрителям лучшее из того, что в мире существует на данный момент. И я очень рад, что наконец-то мы стали сотрудничать с этой компанией. И много лет назад я о ней знал, потерял контакты, и вот тут буквально на днях нашел. Все быстро завертелось, и теперь я рад вам предложить эту уникальную и по качеству, и по вкусу, и по лечебным свойствам уникальную продукцию. Ну а в следующем, очень коротком видео, я затрону тему калорийности и продолжительности жизни в связи с потреблением калорий. Ну что ж, оставляйте свои комментарии, пишите отзывы и делитесь моими видео с другими людьми. Ну а вам всего лучшего, до новых встреч, желаю всем хорошим, честным, порядочным людям, крепкого здоровья и здравомыслия. До свидания.